Совсем недавно я получил силу бога, и теперь моя задача создать из ничего всё, поэтому у нас есть наша планета, мы сейчас её будем потихонечку возрождать, потому что сейчас на ней только вода, камни и лава. Мы будем создавать всё остальное, что потом нам, понятное дело, молились всякие людишки, да? В общем-то, с вами начинаем играть в игру по названиям Алмайти, с вами, как обычно, Крестал, и мы начинаем! Ну и начнём из того, что зародим первую жизнь. Понятное дело, первая жизнь это у нас бактерии, так что мы будем их создавать как можно больше, они будут не приносить ресурсы, они будут приносить мне божественную мощь, понятное дело, и чем больше я её соберу, тем больше я смогу создавать всяческие всячины. И когда мы с вами наберём достаточное количество мощи, мы сможем уже прокачать нашу планету, перейти в следующий период, то есть у нас уже что-то начнёт прогрессировать. Открываем с вами следующую бактерию, которая стоит тысячу божественной мощи, и сейчас она разработается и будет приносить ещё больше, понятное дело, божественной мощи. И у нас появляется ещё одна бактерия, которую мы сами также скоро откроем, когда накопится нужное количество силы, и также у нас можно раскачать саму по себе бактерию, чтобы она тоже приносила нам валюту, скажем так. Но самая первая, она очень слабая, она практически ничего не приносит, а вторая у бактерии, она приносит нам уже 2600, получается 4 секунды, поэтому она очень крутая. Но мы откроем ещё круче, что будет приносить нам ещё больше, расширим, получается, линейку бактерий, и теперь появляется у нас цианосис, и он приносит нам уже при полной раскачке, ну, при 54 штуках он нам приносит уже 10 тысяч за раз. Это очень много, и это очень круто. Также нам нужно будет, получается, Архенон докинуть до сотки, потому что если у нас будет 100 таких штук, то мы сможем с вами развиваться в следующий период. Ну и мы с вами накопили уже достаточно энергии на то, чтобы перейти из Архея в Протирозой, так что сейчас мы запустим этот процесс, запустим процесс эволюции, посмотрим, что по итогу получится. Ну сейчас у нас всё выглядит это вот так вот, а как будет выглядеть буквально через пару секунд, сейчас мы с вами узнаем. Ну появился уже конкретный такой вулкан, по крайней мере, и выглядит уже это чутко посолиднее. И, ребята, если вам нравится игрушка, понравился, захотите вы ещё увидеть, что же будет дальше, то поддержите данный ролик лайком, если наберётся более 1000 лайков, то будет продолжение, но если более 2000 лайков набирается, продолжение абсолютно гарантированно выйдет уже на следующий день, поэтому лайки обязательно поставьте. Если набирается более 4000 лайков, то выйдет две серии на следующий день, так что вы знаете, что делать в случае чего. Так, у нас есть куча теперь валюты и куча исследований, мы также можем запустить, поэтому запускаем сразу все, хотел сказать, но все нельзя запускать, нужно дождаться, пока каждый из них завершится. Ну и получается, я открыл уже все исследования, и у нас сейчас валюты пойдёт, конечно, побольше, что очень важно. Понятное дело, также давайте посмотрим, что у нас больше дохода принесёт, наверняка зелёные водоросли у нас, давайте их прокачаем. Кстати, игрушка ещё наполовину русская, наполовину английская, потому что она из разряда новеньких, поэтому вот так вот оно всё и выглядит. Странновато немного, но и ничего в этом плохого и нет. В любом случае, хорошо, что хоть чуть-чуть есть русский язык, это уже и так приятно. Ну и теперь мы с вами точно можем перейти уже в следующий период, это у нас Кембри, и здесь уже дадут довольно-таки интересную тему. Здесь появились ещё ресурсы, коробка обычных ресурсов, в принципе, у меня одна такая есть, можно уже открыть, пока у нас ещё копится оставшаяся валюта. А, и получается это у нас вроде как, так, стоп, забыл, не инвентарь. Так, вот этот инвентарь можно попробовать открыть и посмотреть, что мы получим. Трава! Мы получили траву, зачем она нужна, пока что не знаю, для изготовления новых предметов или трофеев. А, с четвёртого уровня будет доступно только, думаю, пока что ещё второго левела, поэтому нужно ещё расти дальше. Получается нам набирать ещё мощи. Так, и почти уже хватает ресурсов. А вот уже хватает, всё, можно перейти в следующую эру, 10 минут идёт, но у меня есть, благо, гемы, поэтому я могу просто взять и вот так вот перейти уже в Кембри. Один миллион дали, ещё один алмаз и две коробки обычных ресурсов. Ну, выглядит уже посолиднее, прям реально хорошо так выглядит. Посмотрим с тем, что до этого было. Водичка даже более графонистая стала, что забавно. Вот что значит стила бога и графику прокачивает. Так, и у нас появились новые исследования, что требуется для следующего периода. Следующий период хотя бы не требует следующий уровень, потому что получать уровень можно только путём большого взрыва. То есть нужно будет всё это дело скидывать. А, мне это не очень хочется, потому что я хочу сначала переходить всё же подальше, а потом уже это дело, с этим делом разбираться на тему того, что создавать следующие периоды и так далее, без перепрохождения каждый раз всего этого заново. Ну и получается, я снова сделал уже все исследования, потому что их довольно-таки много в этот раз было, поэтому мы с вами можем перейти уже из Кембри в Вардовик. Но сколько это будет уже стоить, интересно? За 29 гемов можно закончить, но благо тут была акция, поэтому можно было взять гемов неплохо. И я перехожу в Вардовик теперь, опа, такс, алмазы, это-то-то, да, всё мы получили. И, в общем-то, тут немножко земельки у нас появилось. Прошлое, на самом деле, позабавнее выглядело, но да ладно. Кстати, у меня теперь есть куча контейнеров, которые можно открывать, но пока что мне нужно сделать большой взрыв, по идее. Сколько мне нужно энергии, чтобы открыть четвёртый уровень, я даже боюсь представить, потому что здесь не написано, например, за... Ну, нет, хотя, стоп, написано так-то. 3000 у нас сейчас есть энергии. А, точнее, 3000 для того, чтобы третий уровень взять. То есть мне нужно будет где-нибудь для большого взрыва 10 тысяч опыта где-нибудь, 7 тысяч опыта, чтобы наверняка на четвёртый перейти. На четвёртом уровне у нас как раз-таки откроются новые фишки. У всего у нас кузница появится, у нас появятся также какие-то дополнительные фишки для того, что мы исследуем. В общем-то, много всякого любопытного. Так, и можно запустить новые исследования. Давайте быстренько сразу их запустим и закончим, пока у меня есть валюта на их исследования, поэтому чего бы их не сделать. Так, всё остальное сверхдорогое, нужно будет больше энергии. Накопите, плюс задания у меня выполнены, поэтому давайте заберём сразу то, что у нас здесь выполнено, и сразу же реализуем деньги, которые пришли нам отсюда. Хотя, возможно, в контейнерах есть что-нибудь суперредкое. Давайте посмотрим, у нас коробка за активность. Есть случайно ценные... Так, ну давайте посмотрим 5 обычных кейсов из крутого кейса. Отлично. Просто открыть 27 коробок. Так, куча разных ресурсов. Ничего прям супер уникального не выпало. Давайте ещё 5 откроем. И верёвки, эликсиры, книги трав. Ещё коробки. В коробках лежат коробки. Это моё любимое самое. Так, и ещё есть жетон навыков. Кстати говоря, да, здесь есть навыки, но, опять же, я ещё не раскачанный, чтобы их получить. Нужно больше силы бога получить, чтобы это у нас было. Так, подарочек подъехал. Так, получить подарок. Так, я получаю 47 миллионов дали. Нифига себе подарочек. Неплохой такой. Так, и 155 лимонов осталось. За то, что в следующий уровень бога всё ещё у нас достаточно. Остаётся только минимальная сумма порошка, чтобы перейти в следующий век. Давайте посмотрим. Так, 1000 дали здесь, а нам нужно будет 17 тысяч, получается. Ну, в общем-то, недёшево, да. Но каждую прокачку всё равно сможем сделать. Так, больше всего по ходу прибыли идёт конкретно вот с этой темы. Надо бы её и раскачивать как раз-таки. Так, плюс 3. Это у нас 100 пар... Нет, стоп. Значит, всё же независимо. Главное, чтобы больше мы за раз качали, тогда и больше порошка дадут, получается. Такс. Ну, 17 косарей у нас только 15. Чё бы такого раскачать-то хорошенько, чтобы прям кучу порошка дали. Такс. Ну, в общем, придётся потихонечку раскачивать это добро. Всё, набрал я, получается, порошочка. 17500 нас есть. Значит, можно перейти уже в силур. Только нам нужно будет накопить 150 миллионов мощи. Но, в принципе, это несложно, потому что можно накликать ещё. Поэтому энергии сейчас нас быстренько накопится. Тем более, что 1.6 миллиона мне даётся и так в секунду. Плюс ещё периодически подарки прилетают, что, конечно, приятно. Плюс 64 лимона, например, просто так взяло и мне прилетело. Так, и получается. 160 лимонов у меня есть. Значит, можно переходить в следующую нас эпоху. Так, силур теперь будет у нас. Окей, перепрыгиваем на него. И теперь у нас 32 алмазика. Кейсы снова дали. В общем-то, теперь это выглядит вот так. Так, сколько вопросов у меня будет экспы теперь за взрыв? Ну, на уровень, по крайней мере, хватит порошка. Но не хватит на всё же два уровня, как минимум. Мне нужен четвёртый уровень, чтобы было прям круто. Хотя, конечно, скиллы откроются, по идее. Но я не думаю, что скиллы стоят того, чтобы у нас открылись дополнительные возможности. Просто здесь, например, есть на мире самом дополнительные фишки на четвёртом уровне. Их нужно будет разблочить. И, в общем-то, для этого нужно будет взорваться, скажем так. Кстати говоря, здесь ещё есть довольно интересная штука. Если зайти, например, сюда, то у нас здесь небеса здесь есть. Если мы на них заходим, то здесь также ещё гильдии, небесные магазины. Вечеринку можно устроить, если мы с вами вступим в гильдию. И также здесь божественная кузница находится, что любопытно. В небесном магазине можно купить какие-то подарки, хороший пакет. А, друзья в гильдиях отправлять, не знаю, за гемы-то. Гемы лучше себе тратить пока что. Так, магазины, билеты, вообще есть возможность пропустить время исследования. А зачем, если есть гемы? Не особо понятно, но у меня есть довольно любопытная штука, на самом деле. Потому что, так, недавно из контейнера она мне выпала, как раз-таки. Можно её заценить. Выглядит она, конечно, очень круто. Ускоряет добычу энергии в 16 раз. Поэтому сейчас должно быть просто овер дофига денег. За кажд... 13 миллионов за щелчок? Охренеть! Вот это да! Вот это сейчас я наварюсь, походу. Ну, в общем-то, теперь у меня есть 30 джишек, и поэтому я думаю, что можно вообще всё исследовать. По крайней мере, мне кажется, что этого нам на очень долго хватит этой суммы. Поэтому сразу по всем исследованиям мгновенно пройдёмся, посмотрим, хватит этого или нет. Хотя здесь уже... Ооо, нифига себе! Я-то думал, что я тут щетерил, у меня целая тонна, думаю. Теперь эти прокачки, на самом деле, нифига подобного. Это ещё видео по самому минимуму я получил, потому что тут уже 27-20 стоят. Они при этом ещё какие-то исследования откроют. Так, чё тогда я могу купить? Чё может принести? Офигеть, какие огромные доходы. По крайней мере, вот эта штука точно должна принести, потому что на 23 миллиона даёт за 147 штук, получается, которые у нас сейчас есть. Наверное, всё же это самый лучший выбор будет. То, что остальные вроде как у нас не такие сильно приносящие. Поэтому давайте 17 джишек на это потратим, посмотрим. Теперь 8 миллионов в секунду у нас, получается, идёт. Вот, но это не так много, как я рассчитывал, на самом-то деле. Я думал, что будет прям очень-очень много. Так, ну вот 25 джишек дали просто за исследование какое-то. Так, окей, ещё чуть-чуть исследуем. Так, а может появится какая-нибудь новая? Новая-новая-новая ветка какая-нибудь? Нет? Нет, вроде как ничего такого прям суперособенного нет, к сожалению, в данный момент. И нам нужно будет, чтобы получить 10 миллионов. Нет, это неинтересно. Так, я хочу посмотреть, что у нас ещё есть. Может, у нас есть ещё ускоритель? Есть X8 ускоритель, но он прям такой офигенный. Не хватает вот, знаете, прям конкретно X16. Потому что X16 это пипец какая читерская тема, чтобы перейти в следующий век, получается. Да, кстати, геном рипнофитес надо использовать. Это что у нас такое? Так, этого ещё даже здесь нет, по идее. Так, вопрос, вопрос тогда. Это надо, то есть надо открыть, потом ещё раз что-то открыть. И тогда только у нас будет переход на следующую Эру Дивон, получается. Окей. И это будет непросто, судя по всему. Ну, вообще, ребята, если захотите продолжения, поддержите данный ролик лайком. Если набирается более тысячи лайков, то уже продолжение, как бы. Рассчитывайте на него. Но если более двух тысяч лайков, то новая серия выйдет уже на следующий день. Поэтому лайки поставьте. Более четырёх тысяч лайков уже будет две серии на следующий день. Поэтому вы знаете, что делать. С вами был Кристалл. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Скоро с вами снова увидимся. Всем удачи, всем пока!